Друзья, день добрый. Завтра исполняется 15 лет моему YouTube-каналу, и в эту дату мы решили особого спикера, качественного спикера. Это канал Max Capital, Максим Петров, который на рынке уже фондом 19 лет, который помог очень многим инвесторам заработать. И многие, по-моему, почти что 6,5 тысяч инвестируют благодаря Максиму и инвестируют, которому открывает Максим тайны инвестиционные. Я правильно говорю? Да, Андрей, приветствую. Ну, я сам подписчик. Скажем так, я сам подписчик канала. Мне очень нравятся некоторые ролики. Один из роликов мне очень понравился, когда ты взял линейку и на 5 лет, 10 сжимал, разжимал. Там я имею в виду золото и индекс акций с учетом реинвестирования. Это было очень наглядно, вот эта линейка, гармошка, и полезно. Да, спасибо. Ну, просто у меня опыт был работы. Если говорить о моем профессиональном опыте, я начинал в 2005 году. Тогда это была «Тройка диалог», один из лидеров индустрии. То есть прошел путь от рядового консультанта до директора филиала в Воронежском. А потом, в дальнейшем, это Сбербанк России, Центральный черноземный банк, отдел по работе с состоятельными клиентами. Там такие были основные параметры запроса. То есть вот есть состоятельные люди, а как раз в 2012-2013 году там банк очень серьезно, Сбербанк начал менять свои подходы к клиентам. То есть кредиты стал выдавать под рыночным ставком, они ниже, а депозиты были самые низкодоходные. Поэтому надо было что-то с состоятельными людьми делать, чтобы им повысить общую доходность инвестиционного портфеля. И потом уже следующее было открытие брокера. И с 2017 года это самостоятельное плавание. То есть ушел в историю, связанную с тем, что, как называется, несправедливость, с которой я борюсь, это возможность предоставить доступ клиентам с небольшими активами к качественным инвестиционным подходам, которые долгосрочно люди делают богатыми. Вот если в двух словах, наверное, вот это. Потом филантропия и отец пятерых детей. Поэтому один из таких флагманских продуктов, который у меня есть, по которым знает меня рынок, это я детям делаю капитал в миллион долларов маленькими шагами, но с длинными горизонтами инвестиций. Кому-то тяжело в России, эта очень тема заходит. Но, тем не менее, стараемся вот взращивать людей, долгосрочных инвесторов, что я абсолютно верю, что каждый человек в России, живущий, может стать долларовым миллионером. Вопрос просто сроков и дисциплины. Максим, у тебя на канале 340 тысяч подписчиков. Расскажи, есть портрет подписчика? Ну, в общем, какие-то целевые группы? Например, это мужчина, 40 лет или что-нибудь в таком духе? Ну, что отзывается в большинстве своем, это все-таки люди, которые уже зарабатывают в любом случае. То есть это люди, которые находятся в диапазоне, что их дохода более чем достаточно для того, чтобы удовлетворять базовые потребности и нужно куда-то вкладывать. И здесь вот, знаешь, было интересное интервью Александра Аузан, да, декан экономического факультета МГУ. Он говорит, вот россияне, они такие странные люди. У нас получается, или мы предельно сидим в консервативных инструментах, вот предельно консервативных. Доллары покупаем, на депозитах деньги храним, я не знаю, недвижимость вкладываем. Или уж если что-то произошло, какое-то событие, которое вывело человека из этого состояния, консервативного, предельно, в такой блуд начинают лезть, да, то есть там торговля с плечами, какие-то хайп-проекты, 2% в день, финансовые пирамиды. Ну, то есть у нас нет разумной золотой середины, да, то есть или мы предельно консервативно размещаем средства, которые у нас все равно съедает инфляция долгосрочно, или мы лезем в какой-то блуд и накапливали-накапливали, и в конечном счете потеряли, и потеряли в очень ограниченный промежуток времени. Я сам это тоже видел, да, когда еще в тройке работал. Когда человек начинает, начинаем с ним работать, создавляем инвестиционный портфель, потом говорит, а что вот такое, на РБК сказали, что такое продажа без покрытия. Объясняешь человеку, что такое продажа без покрытия. О, хочу. Хорошо, а что такое КПУР? Ну, КПУР это клиент с повышенным уровнем риска. А что это значит? А это значит, ты плечо в три раза больше можешь взять. О, хочу. Год проходит, денег клиенту, ничего не осталось. Зато оборот бешеный, там, миллиарды рублей, да, человек наторговал. Поэтому вот история такая, что это люди, которые инвестируют, и которые все-таки заботятся о своем капитале, и они хотят найти такой разумный подход. И получается, что первая категория, это люди, которые вот вышли из депозитов и хотят найти что-то себе более высокодоходное, и здесь образуме, что, ребят, чудес не бывает. Если вы хотите получить какую-то сверхвысокую доходность, нужно быть осторожным. Здесь вот риски такие-то есть. И проговорить про риски. Потому что финансовая индустрия, к сожалению, настроена таким образом в России, что у нас получается, что продают доходность, но никто не говорит при этом про риски, с которыми связана более высокая норма прибыли. Поэтому я частично об этом говорю. И второе, наоборот, люди, которые чрезмерно консервативны, стараться объяснить, что такое инфляция, какова природа инфляции, что инфляция бывает, инфляция спроса, инфляция издержек, чем они друг от друга отличаются, и каким образом защищать денежные средства от инфляции. Потому что все-таки, если вы храните в инструментах денежного рынка или просто накапливаете в долларах, просто накапливаете на банковские депозиты, все-таки долгосрочно вы деньги теряете. Чтобы этого не было, нужно найти разумную середину. И вот люди, которым это отзывается, мы с такими работаем, повышаем уровень финансовой уведомленности, финансовой грамотности. Максим, ты сказал, теряем деньги на депозитах. Буквально вчера моему другу предложили на 3 года депозит 27%, только нужно выполнить какие-то еще условия. Я не знаю, какие волшебные, но 27%, ну даже 24%. Теряем? Ну, вот если говорить о текущей ситуации, то очень редко и достаточно ограниченный период в историческом плане, да, бывает такая ситуация, что доходность, ну как Баффет называет, это инструментов денежного рынка, бывает реальной, реально положительной. То есть доходность перекрывает инфляцию. Это бывает достаточно редко, это бывает обычно во времена турбулентности, какой-то неопределенности, причем очень большой неопределенности, да, то есть когда вот этот вот рацио, рациональное принятие решения, да, то есть оно куда-то улетучивается, то есть у нас получается есть там, как нейробиологи говорят, да, три типа мозга, мозг рептилии, мозг лекопитающего и неокортекс. Так вот мозг рептилии и мозг лекопитающего, да, это те, которые могут убегать, ну то есть рептилия может убегать или может атаковать, да, то есть спасайся бегством, то есть спасайся или же атакуй. И вот в такой ситуации, конечно же, принимаются решения, что, например, та же самая, ну чудес не бывает, да, то есть если банк предлагает на три года доходность 27%, нужно понимать, в год 27%, нужно понимать, что он где-то должен заработать доходность, во-первых, клиенту, во-вторых, заработать свои, свои 2-3%, да, свои нормы прибыли. Тогда возникает вопрос, где он собирается на этом зарабатывать. Я это вижу в облигациях, ты можешь получить в надежных облигациях, но для понимания, там десятилетки имеют сейчас доходность 16% плюс, да, то есть если центральный банк будет снижать ставку, то, соответственно, ты ему просто можешь сделать пирамиду, то есть привлечь деньги на депозит, сам разместить там у банка, соответственно, под залог облигации, то есть самому разместиться в облигации, под эти облигации закредитоваться в банке, да, то есть сделать пирамиду. И когда у тебя будет снижение доходности, снижение ставки, снижение доходности облигаций, то ты, соответственно, на этом зарабатываешь. Себя ты таким образом, то есть у тебя риск в чем заключается, что клиент досрочно заберет эти деньги. То есть когда у тебя выстроена пирамида репой, и до моклового меча висит возможность клиенту досрочно изъять деньги, у тебя вся пирамида может рассыпаться до реализации положительного сценария. И поэтому, скорее всего, и в большинстве своем, я думаю, что ограничение по доходности, во-первых, это запрещено досрочное изъятие, запрещено пополнение, запрещено изъятие дохода, при досрочном изъятии какая-то минимальная ставка, даже по накопительному счету, которая не начисляется, и выплаты, они, скорее всего, ну такая высокая доходность, она обеспечивается, ну в конце срока, да, то есть когда ты свою прибыль уже непосредственно взял. То есть банки не дураки, да, при этом они действительно видят ту возможность, и я, например, тоже сейчас это как вариант рассматриваю, что если я покупаю, например, сейчас формирую портфель ОФЗ с доходностью 16%, в следующие два года, если ЦБ снизит ставку там до 8%, у меня это может служить хорошим обеспечением под РИПО. Как таковое. Вот сейчас следующий вопрос ты уже предвосхищаешь. Вот, кстати, вчера у меня была в компании, она и был капитал, они сказали, что доходность ВДО уже 30%. У меня-то глаза вылезли из орбит. 30%! Но у меня ни одной облигации в ВДО нет, для меня это слишком рискованно. Хотелось бы более глобально копнуть. Максим, что ты ждешь? Вот 25 октября мы с ужасом ждем заседания ЦБ. Что ты думаешь по поводу ДКП? И когда будет этот магический разворот пружины, на котором многие заработают, наверное, на индексе GBI, наконец-то? И как вообще сейчас защищать деньги от инфляции? Ну, у нас перестали действовать правила, то есть перестали действовать правила, которые действовали до этого 20 лет. То есть 20-30 лет, в рамках которых действовал Центральный банк. То есть для управления денежно-кредитной политикой, ну то есть таргетом, то есть если взять любой закон о Центральном банке, то есть есть два ключевых показателя, которые таргетируют Центральный банк. Но он таргетирует инфляцию, он таргетирует уровень безработицы. То есть на два этих показателя смотрят, и это является ключевым ориентиром. То есть в принципе ЦБ на рост экономики, ну как бы по барабану. То есть если реально закон взять, вот есть две ключевые метрики. Уровень безработицы и уровень инфляции. Это вот первое, что нужно понимать. Второе, то есть сейчас, почему Центральный банк России повышает процентную ставку? У нас происходит увеличение денежной массы. То есть происходит увеличение денежной массы. Всегда, когда государство ведет боевые действия, расходы государства увеличиваются. Денежная масса увеличивается, примерами тому могут служить там, примерами тому могут служить и Первая мировая война, и Вторая мировая война. То есть у нас здесь получается, что денежная масса увеличивается. Но когда идут боевые действия, у тебя получается денежная масса увеличивается, а скорость обращения денег не растет. Ну то есть люди просто элементарно не тратят, потому что кто-то принимает непосредственно участие в боевых действиях, кто не принимает участие, они ждут, когда вернутся те, кто принимает участие в боевых действиях. То есть у тебя денежная масса увеличилась, а скорость обращения сжалась, и соответственно инфляция не растет. И у нас сейчас получается, вот просто для понимания цифры, которыми я оперирую, 50 триллионов рублей, да, это депозиты физических лиц. То есть это денежная масса, которая есть в финансовой системе, которая связана сейчас высокой ставкой. Вот попробуй сейчас снизь ставку. У тебя люди, соответственно, с этих депозитов побегут в какие-то альтернативы. И куда они у нас в России побегут? Они побегут в потреблении, исключительно в потреблении. И поэтому получается, что сейчас центральному банку он по сути что делает? Он, ну если метафору провести, вот есть такая плотина, это вот уровень ключевой ставки. У тебя денежная масса увеличивается, да, то есть вода прибывает, активное таяние льдов, да, и у тебя, соответственно, накапливается плотина денег. Ну то есть количество денег увеличивается, количество воды. И ты постепенно ее надстраиваешь, надстраиваешь, надстраиваешь. То, что все требуют от центрального банка, говорят, снизь процентную ставку. Но снизь процентную ставку, это опустить плотину. И когда у тебя начнется перетекание этой денежной массы через плотину, она просто ее все разрушит. И количество ресурсов, которые ты затратишь на то, чтобы все просто элементарно восстановить эту разрушенную плотину, потребует очень большого времени. Поэтому я думаю, что центральный банк, ну то есть первый показатель, что ставка будет высокой, и ставка будет высокой достаточно продолжительное время. То есть у нас же как люди ожидают? Проходили, знаем, да, 2014 год, 2020 год, ажиотаж по валюте. Центральный банк таргетирует валютный курс не через валютные интервенции, потому что в 2008-2009 году дотаргетировались, да, когда там, сколько, 150 миллиардов долларов, да, сожгли золотовалютных резервов с тем, чтобы держать курс доллара. В 2014 году уже этого не делали, в 2020 году этого не делали, делали путем повышения процентной ставки. Сейчас так не получится. То есть сейчас ожидать, что будет резкое падение там, как там было, на 20 подняли, потом резко на 5 опустили, потом в течение года еще до 8 опустили. Такого, скорее всего, не будет, потому что вот это излишек денежной массы, их нужно куда-то деть. И вопрос, куда их будут девать, как мне кажется, это значительное изменение налогового законодательства. Раз, это дополнительные налоги на вклады различного рода, это, скорее всего, мы увидим в ближайшие 1-2 года существенные изменения любого вида краткосрочного дохода. Если ты получаешь высокий доход от спекуляции на фондовом рынке, это будут увеличиваться, есть вот налоговые льготы на владение, да, то есть если ты недвижимостью, там, ну, акциями владеешь 3 года, то, соответственно, через 3 года НДФЛ не плачешь. Будут увеличены сроки, там, до 50 лет, будут различного рода налоговые стимулы, тема с ИИСом будет развиваться, будут увеличивать лимиты, то есть будет кнут и пряник через налоги, через налоги. То есть очень важно связать эту денежную массу привлекательной доходностью, раз, два, наказывать, если оно пойдет в активное потребление. Поэтому я не жду, что будет резкое снижение, но оно будет постепенное, пока не будет перетекания этой денежной массы, какие-то инвестиционные проекты, и здесь будет очень много стимула со стороны государства для того, чтобы людям, ну, мы уже это видим, да, долгосрочное накопление, если у тебя доходы небольшие, вот 10 лет повкладывай деньги, и тебе через 10 лет государство в два раза больше даст. Вот примерно это дальше и будет развиваться. Поэтому снижение ставки будет постепенное, плюс центральный банк смотрит на ожидания по инфляции, не на сами показатели по инфляции, а ожидания по инфляции. И у нас сейчас получается в инфляции, которую мы наблюдаем, инфляция издержек очень высокая. То есть у нас получается, что безработица на низком уровне, у нас там ВПК работает в три смены, и платятся высокие заработные платы. Ну, то есть я считаю, что в 25-м году, в принципе, ситуация с конфликтом на Украине постепенно будет сходить на нет. Я не думаю, что это завершится, но какая-то горячая стадия уменьшится, да, и получается вот этот вот бюджетный стимул, который привел к значительному росту инфляции, он постепенно тоже будет гасить ожидания по инфляции, и поэтому, ну, на следующий год я ожидаю там снижение где-то в район 15%, но не более того. То есть значения все равно будут двузначными. Но по облигациям это движение в пределах 10-15% по телу облигаций, помимо купонного дохода. Надо сказать, что у нас как бы есть выигрыши достаточно в текущей ситуации, и вот в таких городах, как, допустим, ну, Челябинск, Курган, они достаточно невосприимчивы к этому всему, у них все деньги идут вот в потребности, вообще у них финансовая грамотность на такой уровне не находится, что вот денег не было, сейчас появились деньги, и они пошли в потребление. Поэтому задача у наших денежных властей сложная. Ну, сложная, но опять у нас всегда есть инструмент, который, понимаешь, вот у государства, у него всегда есть инструмент, чтобы ударить по рукам или простимулировать что-то. Я в качестве примера привожу, например, льготная ипотека, которая у нас была до недавнего времени. Вот смотри, совокупные траты бюджета на то, чтобы субсидировать вот эту льготную ипотеку, составляла где-то в районе 800-900 миллиардов в год, да, то есть, которые требовалось субсидировать. И, ну, то есть, есть последствия первого порядка, второго порядка, третьего порядка. И я просто говорю, вот смотрите, что у нас делает государство. Государство у нас субсидировало, сделало льготную ипотеку. Льготная ипотека привела на то, что цены на недвижимость по всей России выросли там от 30 до 80 процентов в зависимости от региона, где как. При этом, получается, бюджету это обошлось там условно в 800 миллиардов в год. Но при этом у тебя база для расчета налога на имущество по всей стране сиюмоментно увеличилась от 30 до 80 процентов. И навсегда. Ну, то есть, она как-то будет двигаться, но там перерасчет идет раз в три года. То есть, у тебя за три года цены на недвижимость выросли на 80 процентов. База для расчета налога на имущество увеличилась с 3 процента. Значит, у тебя поступление от этого налога будет в три раза больше, не считая изменения ставок налога на имущество, которое тоже индексируется, которое тоже повышается до 27 года, по-моему, да, будет непосредственно расти. И вот посчитай, сколько теперь она будет получать государству у нас налога на имущество, да, и сколько ему стоило субсидирование ипотеки. Точно так же, например, если мы говорим про индивидуальные инвестиционные счета, каким образом ты можешь простимулировать? Ты людям можешь сказать, что, ребят, окей, вкладывайте в фондовый рынок, вкладывайте долгосрочным на 10 лет, и вы получите там налоговый вычет 13 процентов. У нас же люди как? Лучше синица рукавов, чем журавль в небе. Соответственно, опять, да, государство вынуждено будет какую-то часть послабления, да, то есть, недополучить, или он даже недополучает. Он сначала получает, а потом возвращает, но при этом приводит к стимулу, к стимулированию. И здесь очень важно сейчас государству как раз-таки перейти в период реформации, да, потому что у нас большая инфляция издержек, это отдельно большая тема, которую можем отдельно встретиться, да, обсудить. Инфляция издержек, она чем опасна? Если инфляцию спроса очень легко погасить, то есть, ты просто повышаешь процентную ставку, у тебя кредиты становятся дорогими, депозиты становятся привлекательными, люди перестают потреблять, накапливают деньги. То когда у тебя инфляция издержек, у тебя просто себестоимость растет по различным причинам, зарплаты увеличились, стоимость сырья увеличилась, да, например, в 70-е годы в Соединенных Штатах Америки, издержки увеличились, и все. И инфляцию издержек ты можешь погасить только ростом производительности труда, или отнеся эти издержки в какой-то другой регион. А рост производительности труда, это не такое большое дело, у нас наоборот идет, у нас зарплаты выросли, но что у нас получается? Зарплаты выросли, да, производительность-то не выросла, то есть, наоборот, только ухудшилась. А это очень большие долгосрочные проекты, которые приводят, это технологии, это развитие персонала, долгосрочные программы обучения, развитие собственных технологий, закупка технологий, да, то есть, это такие длительные периоды. И вот надо вот эту денежную массу, даже физик, то есть, у физиков получается 50 триллионов на рублевых депозитах, 8 триллионов на валютных депозитах, 58, и юрлицы где-то 45 триллионов держат на счетах, да, то есть, над того у нас получается более 100 триллионов рублей денежной массы, которую нужно перенаправить в долгосрочные инвестиционные проекты, позволяющие снизить издержки. Вот что я хочу сказать. Так, ну и самое интересное, как же все-таки мы своей накоплением будем защищать от инфляции? Ну, российскому инвестору ему требуется, наверное, хеджирование двух основных рисков. Первый – это валютный риск, то есть, что бы там ни говорили, у нас все 20 лет, если возникают какие-то проблемы с дефицитом бюджета, да, мы плавно девальвируем рубль, увеличиваем курс доллара, продаем то же количество нефти, условно, просто рублей за это получаем больше. Сейчас это перестает работать, то есть, начиная с того, каким образом у нас происходит цена образования на валюту, заканчивая тем, что как раз-таки валютный курс начинает очень серьезно увеличивать инфляцию издержек, потому что у нас импорт очень серьезно тогда возрастает, и это влияет на инфляцию. И, в принципе, то, что мы наблюдаем последние, наверное, 2-3 года, что у нас политика экономического блока правительства, финансового блока правительства сочетается с политикой Центрального банка, что у нас бюджет, доходная часть бюджета должна формироваться не только за счет нефтегазовых доходов и плавной девальвации курса, потому что можно решить все проблемы, сделав рубль 150. Проблем нет. Вопрос в том, что это приведет к такой инфляции, что ты вообще никак не сможешь погасить, тогда тебе нужно доходную часть из других источников получать. Здесь у нас возникает история с увеличением налогов, да, то есть налоги будут увеличиваться, увеличение доходной части бюджета. Поэтому я бы не стал сейчас уже делать ставку на флуаторы, потому что, на мой взгляд, они отработали свою историю. Да, они еще могут незначительно 3-6 месяцев приносить какую-то доходность, но, во-первых, я бы смотрел в облигации, то есть процентный риск, процентный риск инфляции, которую нужно защищать. Вот от инфляции нужно защищаться тем, чтобы покупать облигации, которые долгосрочно, да, сейчас имеют привлекательную доходность. Ну, то есть у меня есть гипотеза, что если в следующие 3 года у нас будет снижение процентной ставки Центрального банка до 8,5%, то есть я не говорю сейчас, я не говорю, что через полгода, через год, я говорю, что в следующие 3 года, если произойдет снижение процентной ставки до 8,5%, только на ОФЗ, где доходность 10-летних облигаций 16+, 17%, ты получаешь удвоение капитала, да, то есть за счет накопленных купонов, их реинвестирования и падения доходности облигаций. В 2 раза ты можешь увеличить свой капитал в ОФЗ с риском государства, с его налоговой системой, что, скорее всего, в следующие 3 года вряд ли дефолтнут, считаешь ли ты, что инфляция в следующие 3 года будет там 100%? Я не считаю. Мало того, все-таки, да, как я смотрю на текущую ситуацию, вот было очень много санкций, да, очень много ограничений технологических, логистических, финансовой логистики, да, которые были наложены, с учетом прихода новой администрации Соединенных Штатов Америки и все-таки начала разборок между Китаем и США, Россия вообще со своей, ну, то есть Россия, Украина, это останется вообще внизу фокуса внимания. Ну, другой совершенно порядок проблем, которые возникнут, которые нужно будет решать. И опять-таки тогда странам Запада очень необходимы будут дешевые ресурсы с России, которые надо будет восстанавливать. Но я просто предполагаю гипотезу, вот давай предположим, да, что, например, 30% ограничений, которые было введено, 30% ограничений снимают. Ну, просто снимают, да, в плане... Максим, я так и думаю, только об этом не будет, де юр, они останутся, де факто, они их снимут. Да, 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 ну, то есть про это речь и идет, то есть будет какая-то некая такая заморозка, постараются, чтобы не было победителей, не было проигравших, но когда тебе нужно сместить фокус внимания, тебе нужно сесть за стол переговоров, да, разложить там, соответственно, на столе все, что есть, какие санкции в отношении России введены, какие Россия ввела там ограничения, кто там виноват в подрыве северных потоков, да, вот это вот все положить и, в принципе, сравнять где-то на ноль, да, то есть где-то что-то вырулить. В совокупности будет не точно так же, как было до спецоперации, но, по крайней мере, будет точно в два раза лучше, чем есть сейчас, как мне кажется, да, то есть я могу ошибаться. Но это некая гипотеза, да, то есть которую я предполагаю, которую я выдвигаю. И эти факторы, они тоже в том числе влияли на инфляцию, которая внутри России, да, и тогда Центральному банку есть основания для того, чтобы изменить свою денежно-кредитную политику. Но опять-таки это будет плавно, это будет постепенно. Поэтому первое, облигации, да, интересны, да, я считаю, что покупка, ну, я вот ВДО-то упомянул, да, я вообще с этим не связываюсь. Ну, то есть для меня это табу, я туда вообще абсолютно не лезу, потому что ты можешь в высококачественных эмитентах иметь доходность 20-22%. И за плюс 8% доходности ты на себя берешь адские риски. Что такое плюс 8% доходности? Это у тебя в портфеле, если дефолтить 10% эмитента, ты получаешь сопоставимую доходность. Оно тебе надо? Я согласен. Если бы у меня друзья работали в такой компании, в ВДО, и щупали фундамент, и рассказывали изнутри, может быть, я бы что-нибудь купил. У меня таких друзей нету, поэтому туда не полезу. Большое заблуждение. У меня есть пример. У меня есть такой пример из жизни, да, то есть у меня дядя, он был председателем ФСФР в Волгокамском регионе. И они по четвергам, по-моему, ездили в баню. И там один из участников бани был человек, ну, он достаточно известный в республике Татарстан. У него была микрофинансовая организация. И вот дядя говорил, он мне платит 24% годовых, зачем мне нести там деньги на депозит под 12%, я вот получаю в два раза больше, если что-то произойдет, меня предупредят. В итоге этого человека закрыли, да, и все деньги, которые были, они сгорели. Я говорю, ну и где? И где этот инсайдер, да, то есть и где вот это вот спасение? Да, вы встречались, да, привлекали, но до поры до времени. Поэтому я говорю, зачем мне это? Это вот опять-таки к вопросу про блуд, да, который я говорил, да, и про который Аузан говорит, что мы или, блин, сидим там в депозитах в рамках страхового покрытия на миллион 400, или если мы вышли, то мы лезем в какие-то ВДО. Ну, дружище, ну что тебе мешает, я не знаю, там, замещающие облигации Газпрома там с 8-12 доходностью в валюте получить? То есть, когда инвестор в долларах получает в Америке доходность 11%, среднюю доходность фондового рынка, здесь ты можешь получить 11-12%. Максим, а что мне ответят сейчас? Вот вы рассказываете про замещайки, а вы не думаете, что будет множественность валютных курсов? И для нас будет не самый выгодный курс? Да, ну, смотри, здесь у меня всегда на вот эти вот подобного рода аргументы, да, у меня ответ один. Инвестор, и мой опыт говорит о том, что успешный инвестор – это не тот, который делает или проводит качественную аналитику, или который имеет в штате качественную аналитику. Инвестор, которому удается долгосрочно сохранять деньги, раз, получает доходность выше, чем инфляция, то есть сохранять их от инфляции и приумножать, это человек, у которого в лексиконе отсутствует предлог «или». Или доллар, или рубль, или золото, или акции, или облигации, или акции. Это человек, у которого в лексиконе всегда, везде есть предлог «и». И иностранные инвестиции в глобальный портфель, и российские инвестиции. Что бы ни происходило, желательно обеспечить инфраструктуру, которая позволяет и там, и там инвестировать. И замещающие облигации валютные, и рублевые облигации. Хеджирование валютных рисков дополнительно через золото, дополнительно через экспортеров. Потому что все равно, несмотря на то, что так уже активно не используется валютная переоценка правительством, девальвация рубля, она по-прежнему используется. Но по-прежнему она используется. То есть, хотим мы этого или нет, это и дальше будет использоваться. Потому что есть инфляционный дефлятор, да, то есть инфляция в долларе, я не знаю, там 3%, 3,2%, инфляция в рублях, официальная инфляция там в районе 8-9%. Инфляционные дефляторы, поэтому всегда рубль будет к доллару обесцениваться, как именно инфляционный дефлятор. И поэтому получается, ты должен защищать и валютные риски, у тебя должны быть и замещающие облигации, и российские облигации с рублевой доходностью в рамках российской юрисдикции, и акции компаний-экспортеров для хеджирования валютного риска обязательно. Особенно те компании, там нефтяные компании с низким уровнем долга. Шикарная история. Они вообще сейчас выигрывают, да, потому что у них эта валюта там особо никому не нужна, у них кредитов нету. Они сейчас эти деньги размещают на банковских вкладах, на банковских депозитах при ставке под 15%, под 16%. При прочих равных условиях, даже в рамках валютного курса, при курсе там 95%, ну вот 95-15% прибавь, это валютный курс там 105-110%. Понятно. А ты поставимый доходность? Такой же взгляд у меня, потому что инструменты есть разные, и я не люблю, когда их ругают, потому что все инструменты хорошие, только до каждого цикла рынка. Все хорошие, пускай все лежат, мы их вытаскиваем, на елочку наряжаем, все правильно. Знаешь, я такую метафору провожу, да, есть хорошая поговорка, готовь сани летом, а телегу зимой, да, то есть история очень проста. То есть вот сейчас, как говорят, если хочешь быть успешным инвестором, никогда не беги за толпой. То есть когда ты один из уже купивших, да, то есть вот все побежали в депозиты, потому что привлекательная ставка. Окей, сегодня ставка привлекательная, это понятно. Вопрос в том, что когда это все изменится, когда у вас ставки, там условно по банковским депозитам снова станут 8%, у вас альтернатива какая-то есть, что-то, хоть что-то есть, что позволяет заместить. То есть у меня, я тоже встречаю аргументы, зачем мне покупать облигации, там, у ФЗ с доходностью 16-17%, когда я могу на год положить в банк по 21%, как ты говоришь, вот есть предложение по 27% на 3 года. Я говорю, окей, через 3 года что с этими деньгами будет? А здесь просто при купоне 17% за 10 лет ты получишь, ну там, это доходность к погашению 17%, купон получается на вложенные деньги, там, в районе 13%. То есть ты 130% за 10 лет получишь просто по купону. И в качестве бонуса еще имеешь возможность на теле заработать, что тебе банк никогда не предоставит, и никогда не отдаст тебе эту прибыль, не предоставит. Вопрос твоего, твоей готовности в этом участвовать. И поэтому я говорю, когда зима приходит, у тебя должно быть что продать. Почему я сейчас покупаю акции, несмотря на то, что многие там трейдеры, кто занимается, говорят, непривлекательные. Ставка безрисковой доходности 16-17%, соответственно, российский рынок неинтересен. Ну просто неинтересен, потому что премии за риск в нем нет. Окей, согласен. Но опять-таки, если ты посмотришь на мультипликаторы, они на историческом минимуме. То есть опять, если ты наложишь сейчас в индекс ММВБ, не беру уже индекс РТС, инфляционный дефлятор, ну то есть какова была инфляция, несмотря, что номинально индекс ММВБ минимума не достиг, но если мы наложим накопленную инфляцию с 2008 года, которая 9,2% в среднем в России составляет, то у нас получается, что сейчас российский рынок находится в своем историческом минимуме, по сути. А рынок всегда приходит к среднему значению. И не покупать сейчас, ну это глупо не иметь там аллокацию на акции. Да, я согласен, глупо ругать какие-то инструменты, потому что сейчас он, может, не очень актуален, а дальше он будет суперактуален. Вот, так что, так сказать, я полностью тебя поддерживаю в этом вопросе. По поводу золота, ты уже начал говорить? Угу. Золото интересно? Ну смотри, золото, по сути, это некий хеджирующий инструмент. И золото имеет смысл покупать, как я говорю, просто смысл в том, что золото добывается медленнее, чем работают печатные станки, которые производят валюту. С этой целью, наверное, да. То есть есть золотые жуки. В то же время, если мне память не изменяет, это 2011 год. Уоррен Баффетт в своем обращении к акционерам Бэкшир Хедуэй написал, что по курсу 1350 долларов за тройскую унцию, вот если взять все золото, которое есть в мире сейчас, физическое, сколько оно представляет. Во-первых, это куб 20 на 20 метров. Ну так, образно, чтобы это представить. Вот этот вот куб, он стоит, если мне память не изменяет, изменяет 12 триллионов долларов. И вот у вас есть чаша весов, как у инвесторов. То есть вы на одну чашу весов кладете вот этот вот куб 20 метровый, 20 кубических метров. Стоимость его 12 триллионов. Что вы можете в качестве альтернативы получить? За эти деньги вы скупите всю сельскохозяйственную землю, землю Соединенных Штатов Америки. Вообще всю. На которой будет произрастать пшеница, миндаль, апельсины, еще что-то, да, и вы сможете это непосредственно продавать. Так мало того, что вы купите всю сельскохозяйственную землю в Соединенных Штатах Америки, у вас еще останется денег для того, чтобы купить 10 компаний по капитализации с сопоставимым с Exxon Model. И вы каждый год будете дивидендов получать 100 миллиардов долларов. И вам нужно принять решение. То есть, вот есть у вас весы. На одной чаше весов золото, на другой чаше весов вот есть активы, которые приносят денежный поток. Говорит, через 100 лет золото останется золотом. То есть, оно за эти 100 лет не принесет вам никакой прибавочной стоимости. Единственное, ваша прибыль будет формироваться лишь за счет того, что будет какая-то номинальная его переоценка, и вы можете условно защититься от того, что будут печатать деньги. При этом он говорит, что я не знаю через 100 лет, что будет мерой стоимости. Это будут доллары, это будут юани, это будут какие-нибудь Амеры новые, это будут банки с чистым воздухом или с чистой водой. Но даже через 100 лет человек готов будет отменять 15 минут своего рабочего времени на бутылку Coca-Cola и гамбургера. И поэтому я в этом уравнении, на этих весах, когда взвешиваю, что купить, я предпочитаю все-таки покупать активы, с денежными потоками, которые создают прибавочную стоимость. Только это мне позволяет в долгосрочном периоде стать богатым. В первом случае, если я куплю золото, я лишь буду владеть куском металла, который мне не принесет никакой прибавочной стоимости. Поэтому, если хотим защититься от возможных печатных станков, потому что мы понимаем, что мы ничего-то с долгом в Соединенных Штатах Америки не сделаем, печатать будут, никуда они от этого не делаются. От этого риска, девальвации доллара, а рубль, мы говорили, у нас есть дефлятор инфляционный, еще девальвируется к доллару, тогда да, золото это хороший инструмент. Раз. Для российского частного инвестора один из трех, наверное, инструментов, которые позволяют защитить валютный риск. Если ты покупаешь в российской юрисдисце за рубли, и хранится в российском контуре это вся физическое золото. Но рассчитывать на то, что ты переиграешь инфляцию, в долгосрочном периоде не имеет смысла. Покупай российские акции. Акции российских компаний, но если мы говорим про российского инвестора, потому что только они позволят в долгосрочном периоде переиграть инфляцию и получить прибавочную стоимость. Хорошо. Он должен быть в портфеле с целью хеджирования валютного риска. Доля не должна превышать 15%, но не имеет золота для стабилизации. Опять же, успех Баффета и Рея Далио, то есть если приводить примеры людей, которые действительно сделали свое имя, обеспечили людям доходность и которые показывают результат лучше рынка, у них результат лучше рынка не потому, что они зарабатывают больше на растущем рынке. У них результат лучше рынка, потому что они падают меньше, когда рынок падает. Вот и все. Да, это как раз феномен американских домохозяек, которые именно так все хорошо, когда рынок растет, они даже переигрывают высоколобых управляющих. Но вот управляющие берут свое, когда начинается падение рынка. Да. А мы входим в эту эпоху, да, то есть в 2008 году произошел слом, слом финансовой системы, он уже произошел, то есть это факт. И смысл в том, что альтернатива пока никакой не придумана, да, то есть и просто все проблемы, которые всплыли в 2008 году, они опять благополучно заметены под пол, то есть они абсолютно не разрешены, а с 2008 года они только масштабировались, увеличили, но они все по-прежнему, их вот, ну, глазки закрыли, никто не замечает. Когда они всплывут, когда уже невозможно будет это скрывать, то это очень болезненно будет. Я позволю себе еще одну такую метафору привести. В тройке приводили этот пример, как раз в 2008 году Павел Михайлович Теплухин его приводил. Он говорит, вот представьте себе, вы живете там на небоскребе, да, и у вас прорвало унитаз. Ну, такая не очень приятная история, но очень показательная. И у вас начинают фекалии вылезать из унитаза, да, и вы вместо того, чтобы устранить течь, устранить аварию, да, вы просто начинаете, ну, то есть вы в этом говне находитесь, и чтобы не задохнуться, вы начинаете надстраивать стены. И вот вы их надстраиваете, 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 но есть просто элементарная прочность металла, то есть чем больше вы надстраиваете, тем больше проблемы вы испытаете, когда вот эта вот пирамида с вот этим говном, извини меня, ляжет на бок и разложится. То есть все, все, даже те соседи, которых эта проблема не касалась, они в этом говне будут измазаны, не говоря уже про вас. И все требования к вам будут привлечены. Поэтому вот эта ситуация, то есть я вижу сейчас, по-прежнему, с 2008 года, что вот эти вот проблемы, они просто надстраиваются. Посмотри на уровень долга США в 2008 году и сколько он сейчас составляет. На 1 триллион каждые 100 дней растет. Это дебет говна, извини меня, из унитаза, который мы наблюдаем. 1 триллион долларов проблем каждые 100 дней. Максим, большое спасибо за интересное интервью. Прямо солидарен с тобой по очень многим вопросам. Спасибо. Друзья, ссылочка на канал Max Capital есть в описании к этому видео. Спасибо. Да, Андрей, спасибо большое. Максим. Продолжение следует...